Вот так у нас проходят выходные, семья работает, убирают патио, а мама жарит пирожки. Ну вот, такие пирожки. Смотрите, какие мягкие, с картошкой и с капустой. Мягкие, отличные получились пирожки. Девочки, подписчицы попросили у меня рецепт, сейчас я с вами поделюсь своим рецептом жареных пирожков. Тесто получается необыкновенное, мягкое. Сколько пирожки не черствеют, я вам не могу сказать, дольше второго дня они у нас никогда не остаются. Ну что, приступим! Домашнее молоко я развожу пополам водой до комнатной температуры. Добавляю дрожжи и чуть-чуть сахара. Размешаю до растворения дрожжей. Не обращайте внимания на бутылку, просто мы туда перелили фермерское молоко домашнее. В ведерко для теста я наливаю немножко растительного масла. Моем ручки. В просеянной муке делаем вот такое углубление. Насыпаем соль и вливаем молоко с дрожжами. Замешивать будем очень мягкое тесто. Вот такое получается мягкое тесто. Стряхиваем муку. Смотрите, какое мягенькое тесто получилось. И перекладываем в ведерко. Здесь же оно у меня будет подходить. Вот так перемешиваю с маслом. Вот и все. Тесто готово. Плотно накрываю его крышкой. И дам подойти, пока оно не увеличится в 2-3 раза. Для этого теста можете сделать любую начинку на свой вкус. Любая начинка подойдет. Я делаю капусту с жареным луком и острым перцем. И картофельное пюре. В картошку я добавляю немножко сыра. Можете добавить жареный лук, если вы любите. Или зелень, если вы любите. Мы не любим. Мы любим просто картошку и чуть-чуть сыра. Вот такую начинку делаю я. Ждем, когда подойдет тесто. Прошло меньше часа. Смотрите, как поднялось тесто. Покажу вам сбоку. Видите? Вот. Оно у меня стояло в машине. У нас очень тепло на улице. Поэтому я поставила тесто в машину. И оно там быстренько поднялось. Так что будем лепить пирожки. Разделывать я буду на масле. Смотрите, какое оно просто. Посмотрите, какое мягкое-мягкое тесто. Необыкновенное. Ну и все делайте, как обычно, как вы всегда делаете. Разделывайте пирожки, как всегда. Я разделываю на небольшие такие кружочки, шарики. Закругляю. И потом буду жарить в растительном масле. Не одинаковые получаются, ничего страшного. Старайтесь делать одинаковые. Но у меня какие получаются. Съедятся все равно. Хотите, делайте поменьше. Хотите, делайте побольше. Как обычно. Как вы вот всегда делаете пирожки, так и делайте. Тесто просто очень-очень хорошее, вкусное, необыкновенное. Не могу вам сказать, как долго пирожки не черствеют. У нас они никогда не остаются дольше, чем на второй день. Ну вот и все. Разложила тесто. Оно уже вот здесь поднимается. Смотрите, вот эти. Пока я раскладывала последние комочки, вот эти уже поднимаются. Сейчас мы из них будем лепить. Ничего особенного нет. Делайте так, как вы всегда делаете пирожки. Я думаю, каждая женщина знает, как лепить пирожки. Выкладывать я их буду вот в такую миску. Внутри положила бумажное полотенце. Переворачивать буду вилочками. Жарю я пирожки на среднем огне. Ну что, приступим. Посмотрите, какое тесто. Все в пузырьках. Видите? Прям поднимается на глазах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова